МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала «Россия-24» вести Карачаева-Черкесия. Социально-экономическое развитие столицы и республики обсудили на совещании под председательством главы Карачаева-Черкесии Рашиды Тимрезова. Мэр Черкеска Алексей Баскаев рассказал о планах развития города, капремонте школ, городского ДК, дворца детского творчества, а также о благоустройстве общественных зон, ремонте дворов и дорог, об улучшении работы общественного транспорта. Буквально через неделю начнется благоустройство территории вокруг Малого пруда в парке культуры и отдыха Зеленого острова. Обновленные общественные пространства – это не только комфорт горожан, но и рост туристической привлекательности и активности бизнеса, что в будущем положительно скажется на экономике города и позволит создать новые рабочие места. В этом году начнется реконструкция детской поликлиники Черкеска. Прежде будет организована маршрутизация приема маленьких пациентов в специализированных лечебных учреждениях города. 2025 год для республиканской столицы станет юбилейным указ. О праздновании 200-летия основания Черкеска подписан президентом Владимиром Путиным и благодаря реализации запланированных проектов юбилейный год станет для регионального центра и прорывным, отметил Рашид Тимрезов. Также глава Карачева Черкесии Рашид Тимрезов провел совещание с председателем правительства республики Муратом Аргуновым и мэром Карачевска Маратом Урусовым. Марат Магомедович рассказал о проделанной работе и основных показателях социально-экономического развития округа и о перспективах на текущие. В феврале 2024 года стартовало подключение к природному газу домовладений в Тиберде. Продолжается и благоустройство округа. Так, в этом году в онлайн-голосовании в рамках федерального проекта по формированию комфортной городской среды участвуют аллеи Карачевска по улицам Ленина и Магометова и Тиберды по улицам Лермонтова и Кирова. Остановились и на сфере образования. За последний год капитальный ремонт был проведен в двух школах Тиберды и Эльбрусского. Совсем скоро после реконструкции распахнет свои двери пятая школа в Карачаевске, а в 2025 году стартует работу и в четвертой гимназии. Как отметил Рашид Тимрезов, в целом в округе видна положительная динамика. В Карачаевске внимательно относятся и к семьям военнослужащих. Оперативно решаются возникающие вопросы. Глава дал поручение разработать проекты по дальнейшему социально-экономическому развитию округа. Сегодня из Черкеска направили очередной груз питьевой воды в Белгородскую область. 12 тонн воды было сформировано по заявке партии «Единая Россия». Оказалось содействие в отправке гуманитарного груза Главное управление МЧС России по Карачаево-Черкесии. Они обеспечат эффективную и безопасную доставку воды жителям Белгородской области, которые сейчас в сложной ситуации были вынуждены покинуть свои дома и сейчас находятся в пунктах временного размещения. Общая задача неравнодушных – помогать им, отметила региональный координатор партийного проекта «Женское движение Единая Россия» Фатима Карданова. Сегодня отдельные населенные пункты Белгородской области подвергаются обстрелу со стороны сил ВСУ. В Белгородской области организовываются пункты временного проживания для того, чтобы люди могли переждать это тяжелое время. К нам по партийной линии обратились в рамках проекта «Женское движение Единой России» с тем, чтобы мы оказали им гуманитарную помощь для людей. По поручению главы республики груз сегодня сформировано по запросу Белгородской области эта вода, она направится для нужд жителей Грайворонского района, который находится сейчас в пунктах временного размещения. Сегодня хотели бы поблагодарить нашего сенатора Ахмата Анзоровича Салпагарова и нашего депутата Государственной Думы Султана Джошарбековича Узденова за то, что они помогли сегодня сформировать этот гуманитарный груз, который так ждут в Белгородской области. Чемпионат профессионалы 2024 в Карачево-Черкесской Республике прошел на базе педагогического колледжа имени Умара Хабекова. В третий день конкурсанты продемонстрировали свои навыки в подготовке к проведению внеурочного занятия с использованием интерактивного оборудования. Дарья Тензит подробнее. Участники совмещали теоретические знания с практическими навыками, применяя разнообразные методики и интересные задания. В каждом фрагменте занятия были яркие эпизоды и активное взаимодействие учитель-ученик. Конкурсанты показали, что они обладают современными знаниями и готовы применять их в дальнейшей педагогической деятельности. Я готовлю поделку из пластилина для внеурочного занятия под названием «Подарок для мамы». Я считаю, что этот конкурс дает мне расширить свои знания и опыт, а также понять большую часть педагогического мастерства. Это очень хороший опыт. И далее этот конкурс поможет мне найти хорошую работу. Каждого участника оценивали жюри-эксперты. Соревнование не только проверка знаний и навыков, но и показатель творческого потенциала и профессионализма участников. Чемпионат проводится не в первый раз, и с каждым годом уровень и престиж соревнований растет. А это только радует, отметила главный эксперт Тамара Хабчаева. Я считаю и уверена в том, что проигравших в этом чемпионате не будет, потому что у них будет опыт, очень сравненный опыт участия в таких соревновательных мероприятиях. У них есть замечательная возможность проверить на практике свои теории и знания применения. Я думаю, что в будущей жизни им весь этот опыт пригодится. Дарья Тендит, Ахмад Чочаев, Виктория Карпенко, Вести Карачаева, Черкесия. Коллективный ифтар состоялся в Черкесске усилиями благотворительной организации «Очаг добра». В массовом разговении и коллективной молитве участвовали все желающие, для кого месяц Рамазан не просто дата в календаре, а особое состояние души и тела. Верующие собрались не только насладиться долгожданным ужином, но и пожелать друг другу самого главного, чтобы их молитвы и пост были услышаны и приняты Всевышним. Мурат Джангёзов подробнее. Вот уже пятый год на базе благотворительной организации «Очаг добра» проводятся общественные ифтары для всех, вне зависимости от материального достатка. С самого утра волонтёры готовятся к встрече постящихся. За время работы организации установились тёплые дружеские отношения среди добровольцев и организаторов. Сюда приходят с одной целью – помочь нуждающимся и накормить постящихся. Основное направление, основная наша деятельность – это обеспечение горячим питанием. Ежедневно мы развозим еду более 60 адресам. Это старшее поколение, это инвалиды, это малоимущие, это старики, даже есть такое, что бездомные. Всех их стараемся обеспечивать. Активно включаются в организацию ифтаров волонтёрское крыло мусульманской молодёжи. «Рамазан – месяц добрых дел», – гласит девиз мусульман во время поста. Однако в волонтёры идёт не только молодёжь, но и люди зрелого возраста. Здесь такая атмосфера дружеская. Тут все как братья и сёстры. Если честно, если 5-6 дней не придёшь сюда, уже места себе не находишь. Ты дома, а душа здесь. Потому что ты знаешь, что здесь все свои, все родные. Дружим очень много лет. Женщины прям специально ждут этот месяц, чтобы творить благие дела. «Очаг добра» – это такое место, в котором собраны те люди, которые несут в себе все самые лучшие чувства и эмоции. И это такое место, приходя в которое, мне хочется просто оставаться здесь. Я не хочу уходить домой. И просто, одним словом, душевное место. Я приняла ислам 11 лет назад, и уже это очень давно, когда ещё даже мало было людей, которые покрыты. И в основном, мусульман что сближает? То, что мы помогаем друг другу, мы связаны все друг с другом. И очень хочется делать добро так же мусульманам и немусульманам. То есть в этом нет разницы. Несомненно, значимым представляется роль спонсоров данных ифтаров. Каждый день разговения распределили между собой меценаты. И благодаря им покупаются самые свежие продукты, готовятся традиционные блюда, а меню – разнообразное. Готовим часто мясо в собственном соку, мясо по-горски. Обязательно. Традиционные наши хычины. Хычины с мясом, с картошкой, с сыром. С сыром из двух видов. Сыр карачаевский и сулугуни. Это очень вкусно. Бывает плов телом, бывает мясо по-горски, со своими какими-то нюансами. Бывает, готовим лакман, соуса разные. Ну, вот все, что мы думаем, это будет вкусно на сегодняшний день, то и готовим. Каждый день изменным блюдом выступают карачаевские хычины. А в день нашего визита готовили самый настоящий таджикский плов. Аромат разлетается по всей округе на сотни метров. Мы сначала кладем лук до золотистого цвета. И потом, после того, мы кладем мясо. И для этого нужно долго обжариться. А у вас, насколько меня объяснили, они сразу потом кладут лук, мясо и потом морковь добавляют. А мы посмотрим сначала. Ну, в каждом есть этапы, по определенным этапам приготовим. Когда настало время разговения, для постячихся налили чистой воды, приготовили финики. А после вечернего намаза пришедшие отведали вкусных угощений. Напомню также, что благотворительная организация «Очаг добра» по-прежнему продолжает заниматься основной деятельностью, обеспечением горячим питанием людей старшего поколения и поддержкой тех, кому требуется помощь и участие волонтеров. Мурат Жанкиозов, Вести, Карачаево, Черкесия. Помощь может оказать любой желающий. 31 марта в госпитале для тяжело больных животных «Белый клык» состоится общий городской субботник. Неравнодушные жители нашей республики могут принять участие в благом деле. Госпиталю требуется помощь по уборке территории клеток, покраске вольеров, купании и кормлении животных. Также приветствуется любая посильная материальная помощь. Вы можете принести корма, лекарства, старое одеяло и подушки для обустройства вольеров. Приглашаем всех наших граждан, которые давно хотели посетить госпиталь и поддержать, помочь руками. На субботнике у нас будет проводиться большая объемная работа, уборка вольеров, чистка территории. Будем разбирать наши склады, чистить, выбрасывать мусор. И также планируем починить вольеры и делать какие-то дела по приюту. Сотрудники ГТРК Карачева-Черкесия не могли остаться в стороне и, конечно же, решили также принять участие в субботнике. Более того, от нашего канала в госпиталь передадут корма для охвостатых постояльцев. Призываем всех неравнодушных присоединиться к данной инициативе и внести свою лепту в заботу о братьях наших меньших. Субботник состоится 31 марта в госпитале «Белый клык», начало 8.00. Туберкулез – одно из самых смертельно опасных заболеваний. Если эту инфекцию вовремя не обнаружить и не лечить, она приведет к летальному исходу. Однако в современном мире, благодаря научным открытиям в области медицины, с туберкулезом весьма успешно борются. Ведь не зря в этом году всемирный день борьбы с этой инфекцией проходил под эгизой «Да, мы можем ликвидировать туберкулез». Об особенностях этой инфекции, путях заражения и мерах профилактики, а также мифах, связанных с туберкулезом, рассказал главный врач Карачаево-Черкесского туберкулезного диспансера Смайл Байрамуков. С ним беседовала моя коллега Мадина Каракетова. Интервью смотрите далее, а наш выпуск завершен.